В Караганде врачи-травматологи из России делают операцию по эндопротезированию. Народные избранники подвели итоги отопительного сезона в Караганде. Детей из малообеспеченных семей отправят на отдых за счет государства. В Караганде врачи-травматологи из России уже второй день делают операцию по эндопротезированию. Цель такого визита иностранных специалистов – обмен опытом и укрепление дружеских отношений двух стран. Как же проводят лечение зарубежные мастера хирургии, расскажет Аймамрина. В областном центре травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова сейчас работают 14 врачей из России. Совместно с местными специалистами они проводят операции. Шесть успешных уже позади. Впереди еще несколько. В их числе процедуры, связанные с приживлением протезов. Врач военного госпиталя города Москвы отмечает, что такие мастер-классы полезны обеим государствам. Мне здесь очень понравилось, как отлажен процесс общей подготовки к операции, как отлажены больные быстро приводятся в операционную. Все поставлено на массовый поток и все работает как отлаженный механизм. То есть нет никаких сбоев и все это происходит очень быстро. Взаимосвязь Казахстана и России в плане обмена опытом началась еще в советские годы. Наши врачи не скрывают, что переняли множество секретов проведения операций и использования инновационных технологий именно у российских специалистов. Весь прогрессивный опыт дает положительную динамику при лечении пациентов. Специалисты проводят мастер-классы, наблюдая за проведением операции. Также мы совместно с ними наглядно оттачиваем манипуляции, связанные с протезированием. В процессе пребывания зарубежных специалистов в центре имени Макожанова всего будет прооперировано 6 человек. Еще четверым поставят новые протезы. Такие встречи на этом не закончатся. Тесное сотрудничество врачей Казахстана и России найдут свое продолжение. Аймамрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В областном историко-краеведческом музее новые экспонаты. Факел Победы, который молодежь Карагандинской области пронесла по всей области. И капсула с пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Подробности в репортаже Ларисы Хусаиновой. В Караганде открылась экспозиция зала на тему «Карагандинская область в годы Великой Отечественной войны», посвященная 70-летию Великой Победы. Посетителям представили интересные экспонаты, которые связаны с историей региона. Молодое поколение должно воспитываться на лучших примерах героизма и служения Родине. Этого мая в Караганду прибыло факел Победы, который стартовал 27 апреля. В широкомасштабной молодежной акции «Дедпишилдахаджидпискунг», который проходил с участием Акима Карагандинской области. И сегодня этот факел мы официально сдаем на сохранение. Факел Победы, который уже видели жители многих городов и районов области, теперь также экспонат в музее. На торжественном открытии зала состоялось вручение капсулы с обращением ветеранов Великой Отечественной войны карагандинской молодежи. Какие пожелания оставили наши предки-победители, будет известно только через 10 лет. А пока послания сохранят сотрудники Краеведческого музея. Лариса Хусынова, Айден Жакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В области послепаводков уже обследовано около 2000 домов. Более полутора тысячи семей получили компенсации за порчу имущества. В областном Акимате подвели итоги работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности в районах пострадавших от стихии. На совещании в режиме онлайн-конференции, которую провел первый заместитель Акима области Асалбек Дуйсебаев, присутствовали руководители департаментов и управлений, представители вузов области, Акима городов и районов, пострадавших во время паводка. Оценивалась работа по выплате компенсаций, арендой жилья для пострадавших семей и спонсорская помощь. О выплаченных суммах доложила руководитель управления финансов Карганинской области Ольга Чернявская. Из 12 регионов, тремя регионами, выплата возмещения ущерба произведена только за счет резерва Акимата районов и города на сумму 34 миллиона тенге. Тремя регионами выделены средства, частично из резерва Акимата районов и городов в сумме 23,1 миллиона тенге, и в связи с недостаточностью средств в бюджете региона из чрезвычайного резерва Акимата области на основании ходатайства Акимов районов и городов в объеме 78 миллионов тенге. Комиссия, которая работала в круглосуточном режиме, обследована 2000 домов на предмет аварийности, ущерба нанесенному имуществу и возмещения средств. Все выводы были доведены до каждого жителя. И для каждой пострадавшей семьи были открыты лицевые счета как в КАЗ-почте, так и в банках второго уровня области. Для поддержания пострадавших проводятся ярмарки, на которых можно приобретать продукты по ценам ниже рыночных и делать продуктовые заказы. На сегодняшний день на спонсорные финансовые средства 78 семьям оказана помощь на сумму 70 миллионов тенге для возмещения материального ущерба. На 20 мая поступили 190 заявлений от Бухожраусского, Нуринского, Актагайского и Аркадемских районов на сумму 60 миллионов тенге. Кроме этого, выдаются бесплатно строительные материалы, которые мы приобрели за спонсорки средства на сумму 12 миллионов тенге. В результате, как и было обещано, вся оценка по области завершена. На сегодняшний день по всем 12 регионам, а это 9 районов и 3 города, завершены работы по выплате компенсаций в полном объеме. Данная работа проведена в кратчайшие сроки, буквально в течение одного месяца. Хотелось бы поблагодарить представителей вузов, территориальных департаментов, которые подчиняются республиканским министерствам за проделанную работу. Сергей Высокосов, Айден Жакан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Миссия выполнима. Минувший отопительный сезон в Караганде прошел лучше, чем в предыдущем году. Это сегодня признали депутаты городского маслехата на очередной 46-й сессии. Однако кое-какие рекомендации народных избранников с прошлого года пока что остались невыполненными. Что с этим будут делать местные власти и коммунальщики, знает Николай Кровец. Сегодня на 46-й очередной сессии городского маслехата народные избранники оценивали работу водопроводов, очистных сооружений теплоэлектросетей, а также объектов транспортной инфраструктуры. Минувший отопительный сезон в шахтёрской столице начался прошлой осенью, 1 октября, и длился 206 дней. В целом теплоисточники работали стабильно. Хотя на сетях компании «Теплотрадзит Караганда» было выявлено больше 600 дефектов, все они были вовремя устранены. А на водопроводах Караганды-Су было обнаружено и ликвидировано 112 поломок. Единственная динамика роста нарушений технологических в мире, а осталось за тёго Караганда-Жарик, произошло 345 технологических нарушений, что на 251 больше нарушений 2014 года. На нынешней майской сессии, как и перед началом отопительного сезона в прошлом году, депутаты давали свои рекомендации с тем, чтобы в дальнейшем отопительный период в Караганде проходил более успешно. Однако не со всеми наставлениями народных избранников власти успели управиться в срок. Как показывает анализ выполнения ранее принятых решений городского Маслехата, остаются неисполненными следующие рекомендации. Первое. О теплоснабжении многоквартирных домов в таких малых поселках, как улица Багрузская, улица Осевая, улица Санаторная и Шинская, район Живыни. Поэтому просим включить данный вопрос в план мероприятий по подготовке передачи вопительного сезона. Для этого считаем необходимым разработать пилотный проект по обеспечению одного из малоэтажных многоквартирных домов с внедрением электрообогрева, используя ресурсы и инвестиционные программы ТО «Караганда-Жары». Кроме того, чтобы в Караганде кругом были порядок и комфорт, важным остается вопрос по оформлению объектов недвижимости. Форм управления многоквартирными домами, а также прилегающие к ним территории, считают депутаты. Местные власти тоже уверены в этом, потому и стараются охватить как можно больше многоэтажей в городе. Еще депутаты посоветовали коммунальщикам получше вести работу по благоустройству мест разрытий, а властям пожестче их контролировать. Считаем необходимым создать базу разрытий, производимых в городе, осуществить мониторинг и благоустройство от момента выдачи разрешения до сфортирования участка разрытия. При этом предлагаем рассмотреть вопрос о передаче функций выдачи ордеров на земляные работы при проведении военных работ представителям аппаратов Акимов районов города, так как там имеются по 30 КМС о выдаче ордеров на земляные работы при новом строительстве сохранить за отделом коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Как отметили народные избранники, необходимо и заранее заботиться об исправности городских ливневок, чтобы вовремя избежать последствий паводков, а также продолжить программу по оформлению оставшихся без хозяев инженерных сетей с последующей передачей их услугодателям. «Разработаны планы мероприятий и графики по этапной их сдаче и определены соответствующим ответственным учреждениям. В текущем году все коммунальные и государственные предприятия, государственные учреждения предстоит в летний период тропотливая работа для успешной реализации ремонтной компании и предоставления качественных услуг, которые все создаты в предприятии условия для прохождения предстоящего отопительного сезона 2015-2016 годов». Как рассказали в Акимате города, планы ремонтной компании по подготовке к отопительному сезону на будущий год уже согласованы как с монополистами, так и с местными властями. На эти цели планируется выделить несколько миллиардов тенге. Кроме того, в нынешнем году завершается инвестиционная программа коммунальщиков по модернизации и реконструкции основного оборудования тепла, электрических сетей и насосных станций. В окончании сессии народные избранники вынесли ряд рекомендаций для того, чтобы предстоящий отопительный сезон проходил без проблем. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Крагандинский. Впереди короткая реклама, не переключайтесь. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. В Караганде объявились интернет-террористы. Неизвестные злоумышленники забросали владельцев телефонов сообщениями об угрозе заражения СПИДом. Где правда, а где вымысел, разбирался наш корреспондент. Все чаще карагандинцы стали получать тревожные сообщения о распространении ВИЧ и СПИД. Текст СМС примерно такой. В кинотеатре зрительница села на кресло и почувствовала боль от укола в ноге. Когда она присмотрелась, увидела еле видную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на 3-4 миллиметра, а также записку «Вы только что инфицировались СПИДом». Неизвестные авторы посланий ссылаются на Центр по профилактике и борьбы со СПИД. При этом убеждительно просят всех быть осторожными. Чтобы узнать всю правду, мы наведались с визитом в эту организацию. Поэтому надо, если такие случаи есть, обязательно обращаться сюда, к нам. Но если взять за последнюю неделю, две, три, месяц, таких обращений никто не было. Значит, ну, может, кто какой-то шутник и вы рассылает такие смс-ки. Если это шутка, не шутка, то это неудачная шутка. В Центре профилактики и борьбы со СПИД призывают не впадать в панику. Борьба с ВИЧ идет повсеместно. Врачи советуют людям быть осторожнее, не вступать в случайные половые контакты, не использовать сомнительные шприцы, а также при всех случаях неосторожных прорезов и уколов обращаться к ним. Есть целая схема оказания, потом помощи и отслеживания этого. То есть, если когда он приходит к нам, мы в любом случае обследуем на ВИЧ-некрекцию, назначаем тут же примитивное лечение. То есть, наши препараты блокируют этот вирус, они вывозят организм, он практически не задерживается там. Поэтому надо, если такие случаи есть, обязательно обращаться сюда, к нам. Зараженных людей, к сожалению, становится больше. Наша область третья, по данным показателям в республике. 4 тысяч заболевших. И это не шутка. Почти половины из них уже нет в живых. Недавно в парке прошла акция в честь памяти умерших от этой болезни людей. Молодежь и представители неправительственных организаций совместно с работниками центра запускали в небо китайские фонарики, исполняли песни и рассказывали о своих безвременно ушедших из жизни товарищах. Заместитель главного врача данного центра Николай Кузнецов работает в этой сфере уже много лет. Статистика заражений у них ведется с 1990 года. С тех самых пор Карагандинская область остается в первых рядах по росту этого недуга. Между тем мы решили узнать у граждан нашего города, получали ли они такие сообщения и опасаются ли за свои жизни. Еще один глобальный путь передачи СПИД – это наркоманы. С ними тоже нужно бороться. Для этого в нашей стране используют специальное синтетическое средство метадон, которое убивает зависимость на 72 часа и не вызывает эйфорию. Правда, купить его в обычной аптеке нельзя, только в центре или наркодиспансере. Также сотрудники центра убедительно призывают людей не молчать о своих проблемах и обращаться к ним при малейших подозрениях. А интернет террористами, видимо, должна заняться полиция. Аймаврина, Исламбекус Пан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Больше ста человек в Караганде решили стать звездами не местного, а сразу республиканского масштаба. В этом им, возможно, поможет известный музыкальный телепроект «Х-фактор», который в Казахстане уже проходит шестой раз. Сегодня в городе прошел отборочный тур популярного шоу. Жители шахтерской столицы и в этот раз постарались блеснуть талантами. Сегодня в одном из ресторанов Караганды яблоку негде упасть. А все потому, что в шахтерскую столицу приехали организаторы известного музыкального телепроекта «Х-фактор». Будущие звезды, обычные горожане, студенты, домохозяки, шоферы и местные артисты пришли только с одной целью – показать себя. Поэтому до начала конкурса мальчишки и девчонки, а также их родители, напевали всем знакомые ритмы популярных песен. Среди прочих – имади Мухаммед Кали, который пришел на кастинг вместе со своим другом. Мой друг, который тоже здесь участвует, тоже здесь сидит, переживает. Мы тоже переживаем, конечно же. И эмоция такая нереальная просто. Это же все-таки «Х-фактор», большой конкурс и большая сцена нас, думаю, ожидает. Надеюсь, что пройдем. «Х-фактор» уже не первый раз приезжает в Караганду. Представители шахтерской столицы дважды становились победителями на проекте. Это Андрей Тихонов и Евгения Барышева. Сегодня среди прослушанных участников жюри отметила тех, кто может претендовать на успех и участие в финале. В этом сезоне, в шестом сезоне, в новом сезоне победитель проекта «Х-фактор» получает уже 7 миллионов тенге. Поэтому, надеюсь, это также простимулирует всех участников побороться за этот главный приз, ну и, конечно, за народную славу. Как прошел кастинг и кого из карагандинцев мы увидим на сцене «Х-фактора», узнаем совсем скоро, пока организаторы не стали называть имена отобранных претендентов. Но шахтерская столица всегда славилась творческими и одаренными людьми. Кому-то повезет и в этот раз. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Поступило более 500 заявлений на легализацию имущества по Карагандинской области, но около 300 из них комиссия не подтвердила. Эти и другие вопросы обсудили на совещании областного Акимата под председательством первого заместителя Акима области Асалбека Дюсибаева. В Карагандинской области продолжается легализация имущества. В основном речь идет о тех постройках, дачах, гаражах и прочих зданиях, на которых в свое время не удалось получить документы. На селекторном совещании в Акимате Карагандинской области отметили, что в целом работа продвигается хорошими темпами. В целом по области по 124 заявлениям принято решение о легализации имущества, но общую стоимость – 1,586,000,000 документов. Однако есть и трудности, в основном объективного характера. За 8 месяцев с начала легализации жителям вернули более 300 заявлений. Основной причиной является неполный, а порой и неверный пакет документов. Комиссия обещает заново рассмотреть обращение после полного наведения порядка. «За то, что человек не воспользовался легализацией и неучаствовал в приватизации, за это ничто не грозит. Никакой отверстий он за это не несет. За неучастие в легализации и за неучастие в приватизации. Наша задача – привлечь легализацию больших людей к приватизации». В Караганде задержали карманников. Двое молодых жителей города водворены в изолятор временного содержания. Сотрудники отдела криминальной полиции, Управления внутренних дел города Караганды и Центрального отдела полиции задержали карманников, обворовывавших пассажиров городских автобусов. А ворами оказались два молодых жителя Караганды. Как объяснили задержанные, они искали работу и поэтому много ездили по городу, пересаживаясь из одного автобуса в другой. Тут-то ими пришло на ум воспользоваться ситуацией в переполненном транспорте. Так, за несколько дней, пользуясь большим скоплением народа в транспорте, карманники наварились проездными билетами, документами, сотовыми телефонами, деньгами и пластиковыми карточками. Однако на одной из автобусных остановок после очередного рейда воры были задержаны сотрудниками полиции. На данный момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, проводятся доследственные расследования. Они содержатся в изоляторе временного содержания. Следствием на данный момент устанавливаются граждане, пострадавшие от действий задержанных карманников. Обратите внимание на эти фотографии. Если вы пострадали от действий данных граждан, просим вас незамедлительно обратиться в Центральный отдел полиции по адресу город Караганда, улица Керешковая, 36 или по телефону 40 78 44 51 06 91. 40 миллионов тенге выделят власти города на летний отдых детей из малообеспеченных семей. Ребят встретят в загородные лагеря нашей области. Еще 400 юных карагандинцев отправятся в Национальный природный парк Алматы. В первую очередь летним оздоровительным отдыхом охватят школьников и социально уязвимых семей, детей с девиатным поведением. В загородных лагерях за счет родительских взносов и за счет средств местного бюджета отдохнут более 19 тысяч детей. В пришкольных и профильных лагерях поправят здоровье около 50 тысяч детей. Еще весной мы проводим, в первую очередь, анкетирование родителей целью выявления потребностей и желаний детей на летний период с учетом направления рекомендаций и памятник. После учета рекомендаций разрабатывается программа ЖАЗ с каждой организацией образования, которая защищается у нас. Власти Караганды даже решили, где отдохнут одаренные школьники, победители конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. Их обязательно поощрят, подарят путевке в туристический оздоровительный городок Самал. Он расположен в Иле-Алатаусском государственном национальном природном парке Алматы. В этом живописном уголке Казахстана побывают около 400 юных дарований. Всех остальных детей 1 июня отправят в пришкольные лагеря. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Уже второй год на предприятии Арселор Миттл Тимиртау действует Институт талантов. В котором обучаются работники комбината. С 18 мая началась защита выпускных дипломов проектов. Все они непосредственно связаны с работой компании и направлены на улучшение ее работы. Институт талантов – это проект, направленный на развитие персонала компании Арселор Миттл Тимиртау. Образовательная программа рассчитана на один академический год, который состоит из двух семестров по две недели. В течение этого периода участники, ставшие студентами программы Институт талантов, начинают разрабатывать свой собственный проект. Я решила в ней поучаствовать и поработать над проектом, который называется внедрение системы электронного документа оборота в отделе кадров. Целью данного проекта является упрощение работы специалистов отдела кадров, в принципе, системы подписания актов работодателя путем введения электронного документа оборота, то есть сокращения и оптимальное использование рабочего времени. Чтобы стать так называемым студентом Института талантов, есть определенные критерии. Возраст кандидатов не должен превышать 35 лет, опыт работы в компании не менее трех лет, также обязательно высшее или среднее техническое образование. Кандидаты должны выделяться личными и деловыми качествами. Помимо того, что они проходят фактические занятия в аудитории, они также проходят у нас онлайн-обучение по различным методологиям, которые существуют у нас в компании, то есть в рамках онлайн-обучения. Также мы очень большой акцент делаем на изучении английского языка. Ребята постоянно занимаются в группах, изучают английский язык онлайн. Ну и, естественно, самым большим, наверное, фактором, самым большим критерием в данной программе является разработка индивидуального проекта на актуальную тему. Молодые специалисты знают все проблемы и недочеты своего предприятия. С помощью проектов выпускники Института Талантов смогут предложить способы и пути решения существующих проблем. Время сдачи экзаменов пришло не только для студентов и школьников, но и для сотрудников Арселор Митл Тимиртау. 37 студентов из Института Талантов представили свой проект и комиссии. По итоговым результатам самые лучшие и интересные будут внедрять на производстве. После защиты дипломных проектов выпускники Института Талантов примут участие в специальной конференции, на которой они встретятся с высшим руководством компании. Лариса Хусейнова, Тулиген Рашитов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. Аман Сауболамздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова